Генеральный партнер Imperial Home Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю нас с вами. У нас сегодня замечательная встреча. Встреча первая и далеко не последняя, предваряющая ряд интереснейших бесед с настоящей легендой нашей современности, с человеком-символом, с человеком-эпохой, с такой личностью, с которой побеседовать этот подлинный дар судьбы. Этот человек необычайно масштабный мыслитель. Не просто философ, но человек созидающего мышление и созидающего действия. Человек бесстрашный, человек, обладающий несокрушимой человечностью и всю свою жизнь посвятивший поддержанию, постулированию, реализации настоящих подлинных человеческих ценностей. Благодаря именно ему наш мир сегодня сохраняет свою стабильность и война, к счастью, обошла нас с вами стороной. Итак, встречаем поэта, писателя, общественного деятеля и более всего этого, простоличность с огромной буквы, человека, любимого всем Казахстаном и не только нашей страной, Алжаса Амаровича Сулейменова. Добрый вечер, Алжас Амарович! Добрый вечер! Спасибо вам огромное за ваш визит на нашу студию передачи «Избранный», за возможность, за согласие побеседовать с нами, чтобы на основе наших бесед дальше вышла книга «Человек-легенда Евразии» Сулейменов Алжас Амарович. И книга будет сопровождаться видеофильмом, публицистическим, снятым на основе нашей передачи. Книга о вас очень ожидаема казахстанским народам. Я знаю, что это будет не первая книга, это здорово, это замечательно, но каждый автор по-разному преподносит своего героя. И сегодня лидируете вы. Мы с Алиханом просто посредники. Книга будет рассказана от вашего лица, от вашего первого лица, и в этом ее особенный будет интерес. Алжас Амарович, я сначала, поскольку вы очень масштабная личность, хотела бы начать с масштабного вопроса. Вопросы биографии мы обязательно обсудим немножко позже. Вот сейчас человечество переживает очень интересный период. Происходит в мире, в глобальном масштабе, масса крупных событий. Они какие-то события пугают, какие-то события нас завораживают. Как, вот я не скажу ни в коем случае, ни как политик, и даже не общественный деятель, как, наверное, действительный гражданин мира, который болеет за общую человеческую цивилизацию. Как вы охарактеризуете, куда сейчас движется наш мир? И что делать, если вообще есть возможность что-то делать? Ну, прежде всего, я должен сказать, что меня очень смутило ваше представление. Это еще малая часть того, что мне бы хотелось выразить о вас. Поэтому я на самом деле смущен, и здесь мои ответы должны как-то соответствовать вашей характеристике. Вот. А это лишняя нагрузка на меня. Куда движется мир или страна? И страна, и мир. Как вам удобнее? Ну, мир сейчас движется в сторону спасения от эпидемии, прежде всего. Это на первых порах. И меня радует, что что-то уже прояснилось в этом направлении. Вчера я услышал, что количество выздоровевших в Китае в этот день превысило количество зараженных в этот день. Отличная новость. Это хорошая новость. Это обнадеживает и внушает надежду человечеству. Прежде всего, выжить. Я как раз сейчас пишу ответ на один вопрос, который мне задал один мой корреспондент. что за эти 30 лет после конца перестройки или начала суверенитета нашего произошло в мире и в нашем регионе, в Казахстане. Но отвечать на это я буду только с пером в руках. Устно едва ли охватишь весь масштаб этого вопроса. Но скажу, что ответ, безусловно, будет показывать и то, что мы за эти 30 лет приобрели, мир приобрел, и что он утратил, безусловно. И что же перевешивает? Приобретение или утрата? То, что мы все живы и здоровы относительно, это уже перевешивает. Как вы считаете, Алжас Амарович, возможно ли, что для каждой страны есть свой индивидуальный путь развития? Или же каждая страна должна определяться, нацеливаться на такой вот американский вариант демократии? Как вы считаете? Или для определенной страны нужно какое-то даже царское самоуправство, для какой-то восточной формы демократии? Или все эти формы – это просто этап пути, и есть некий идеальный государственный строй для всех стран? Демократия. Я постоянно говорю, что не надо так очень использовать этот эпитет, демократическое государство. Мы создали такие демократические государства, особенно в русскоязычной среде, где-то в Евразии, она существует. Слово «государство» создано от слова «государь». Правда? Да. Поэтому демократическое государство в русском, российском исполнении звучит примерно так же, как демократическое царство или демократический султанат и так далее. Вот я к тому, не только к тому, что надо подумать нашим лингвистам и философам о новом каком-то термине и в казахском языке, и в русском, чтобы определить вот это понятие «государство», ну, в смысле «state», скажем, по-американски или там по-английски, которое не зависит от слова «царь», «государь», «диктатор», бог его знает, от чего там. Потому что вот этот смысл корня, он сказывается на содержании. Вот. И поэтому, когда мы разделились на несколько независимых демократических государств, то, естественно, эти государства демократические породили, безусловно, государей разных масштабов, но все-таки государей. Ну, и на это надо народу демократически настроенному обращать внимание на терминологию. Оказывается, терминология влияет очень сильно и на политику. И, может быть, даже на сознание самого народа, который, если понимает, что это государство, то начинает искать государя. И относиться к нему как к какому-то отцу, в лучшем случае, который решит проблему, становиться инфантильным. Как вы считаете? Правильно, именно так. Корень слова влияет на содержание всего. Должен Самарович, а как быть сохранением этнической идентичности? Ведь сейчас эпоха глобализации. И надо как-то, надо ли сохранять этнические традиции? И как не допустить перекоса в национализм, чтобы не было каких-то конфликтов, столкновений гражданских? Ну, здесь это опять зависит от общего коммунитарного развития человека и общества. Потому что если идеология такая, независимость от всех, я вот ограничен в своем районе, в своем сознании, тогда, безусловно, это будет национализм вместо национального самосознатия. А если человек со школьной скамьи ему внушают, что ты не независимый, а взаимозависимый, очень простая формула пути от веков зависимости через период независимости к эпохе осознанной взаимозависимости. Вот мы сейчас в периоде, который называется «независимость». И это время мы должны тратить на то, чтобы осознать взаимозависимость свою со всеми другими, а не отделиться от всех остальных. Потому что это к чему приводит? Вот даже в культуре. Мы, безусловно, любим свою дамбру. Но заменить дамброй весь остальной музыкальный мир, инструментарий, будет тоже неправильно, естественно. Заменить своим меню кочевника, знаете, мясоеды. Раньше, скажем, ну, в 19 веке у кочевника ничего другого, кроме мяса, молока, кумыса, айрана. Не было же ничего. И это и устраивало тысячелетиями вполне. И этого достаточно было. И дамбра при этом очень хорошо соседствовало. Сейчас уже меню несколько изменилось. А вот я бываю на всяких юбилеях. Каждую субботу и воскресенье приглашают куда-то. Я вижу эти громадные залы, заполненные едоками, которые многие из них не знают друг друга уже. Но традиция такая, потому что выразить радость только таким образом, через поедание мяса. Но при этом приносят сначала закуски уже городские, овощи, какие-то морские животные и все прочее. Человек наедается уже нормально. И в конце, в финале звучит музыка, и входит там отряд подносоносцев с бешформаком. Торжественно внедряют в сытое общество. Вот это мясо традиционное, блюдо, которое практически никто не ест уже. И каждую субботу и воскресенье тысячи бедных животных страдают зря. Никто их не ест, все это выбрасывается. Это тоже, этот элемент культуры тоже требует какой-то коррекции, безусловно. Посмотреть. Вот я был все-таки, 12 лет работал в Париже, 6 лет в Италии. Таких тоев там никогда не устраивали. Едят, приносят только то, что могут люди съесть. Что очень разумно. Да, это и правильно. Вот это надо все-таки нам усваивать. Алжа Самарович, действительно, что делать вот с этой чертой нашего менталитета, когда мы любим пускать пыль в глаза, свадьбы делать в кредит. Потом через год молодожены разведутся, родители выплачивают за них кредит. Бешеный той собрать. Вот что это делать? Это надо пережить? Или это все-таки неискоринимая черта? Это надо просто менять, просто-напросто, сознательно. Ну, а как это можно поменять? Как-то подскажите. Это отсталость, это некультурность. Потому что некультурность определяется понятием общей мировой культуры какой-то. Вот наше, то, что называем культуру, оно встраивается в это общее или нет? И, соответственно, этому надо исправлять. Вот или на тех же тоях обязательно тащат чапан. Эти чапаны по кругу ходят. Халатные отношения к юбилярам, как я тогда сказал. У вас, наверное, целый музей дома чапанов. И эти чапаны у некоторых юбиляров десятками в доме. Он не знает, что с ними делать. А каждый чапан стоит больших денег. Некоторые тысячи долларов. Почему бы в конверте не подарить эти деньги? Ну вот. Оказывается... Это вам чапан. А чапаны, утомительные, бессмысленные, ненужные, вот они считают, это национальное... Достоинство выражается, культура. Нет, вот с этим тоже надо как-то справляться. Экономней жить. Поэтому процесс довольно сложный. Совершенствование культуры. А это помогает людям вживаться в будущее. А если тащи в будущее все вот это прошлое, непережеванное, вот. От этого только усложняется этот путь. Алжа Самарович, огромная честь для меня преподнести вам эту книгу. Книга называется «Избранный», как и наша передача. И здесь я лично отобрала интервью с самыми интересными нашими гостями. И вот, которые были наши передачи. Вот вы открываете. Открываете. Во! Да, вы номер один, как и везде. Здесь очень интересные есть, например, один из участников, Олери Даниленко. Это советник по науке господина Путина. Один из лучших генетиков России. Вы с ним были знакомы на нашем евразийском форуме. Помните? Он был модератором научной части, организатором. Венера Нигматулина, замечательная актриса. Вот, шикарный Андрей Инода. Это один из самых лучших художников современности. Вот, Айжан Нурмагомбетова, наша любимая певица эстрадная, любви и заслуженные деятели. Вот, Эдуард Казарян, самый прославленный скульптор Казахстана. Ну, очень, в общем, много других. Нина Жмиринецкая, заслуженный деятель Казахстана, театральная актриса театра имени Лермонтова. Серия Какишев. Самый известный телеведущий. Фархад Абдраимов, обожаемый актер наш Фара. Вот, так что вы открываете этот список почетных гостей. Альжас Умарович, а каким вы видите нашу будущую молодежь? Вот новое поколение, которое родилось в 19-20 году. Просто я боюсь того, что они не будут обращать внимание свое на историю, которая бесконечно переписывается. То есть, вот это новое поколение, они уже не будут знать о той самой Великой Отечественной войне, о нашем ветеранах, которых осталось совсем мало сейчас. Вот, как вы считаете? Или будут все-таки обращать внимание на свои истоки, на корни, соблюдать какие-то внутренние традиции? Вот, как говорят, нужно знать семь поколений. Да, это правильный вопрос. Это поколение нечитающие, которое было лишено книги сразу, с самого начала. И поэтому, как она может знать, что произошло? Тем более, что и писатели наши уже об этом времени не написали. Вот я сейчас представляю, что я был председателем Союза писателей здесь. И представляю примерно, какие вещи были созданы в 20 веке. Не было, к сожалению, книг таких, которые бы о поворотных моментах нашей истории, новейшей истории, говорили бы. Алжас Амарович, а как вот бороться можно с бесконечным переписыванием истории? Вот это бороться как? Бороться с невежеством. Историки у нас народ тоже читающий, но мало читающий. Поэтому я вспоминаю 60-е годы, когда мы, писатели, начали поднимать вопрос истории. Вот давайте вспоминать наше прошлое, древнее. Мы это в стихами, это... Исим Берлин написал роман, кочевники и так далее. Я пришел в Академию наук, тогда она еще работала. И было собрание историков. Я вышел на трибуну и спросил, вот, товарищи ученые, вот вы должны были меня воспитать своими трудами, рассказать, какой был мой народ когда-то в прошлом. Вот. Поэтому я к вам обращаюсь с просьбой называть мне имена казахские по векам. Ну, 20-й век я сам назову. 19-й вы знаете примерно, я знаю, что вы назовете. 18-й несколько имен вы назовете. А вот 17-й назовите. Тишина. А 16-й, вообще, гробовое молчание. Дальше я не стал спрашивать. Какие имена за это время, за 40 лет появились после этого? Новые имена из древности. Вот, ну, не историк нашел. Акжан Машанов такой, Марк Шейдер, горняк, профессор. Он занимался, кроме горного дела, и читал, искал что-то. И он нашел Аль-Фараби, Абу-Насыр Аль-Фараби, что он имеет отношение как-то к нашему народу. Вот. Я потом нашел в 12-м веке Бейбарса, Кипчака Бейбарса. Вот. Сейчас они уже используются, уже утвердились в истории. Даже улицы, названные в разных городах, на Западе, скажем, потому что Бейбарс был из рода Берш. А этот Берш сейчас существует. Вот и все. Что за 40 лет историк, не историки нашли, а вот геолог Сулейменов и Марк Шейндер Машанов. Все. Поэтому, что они могут? Вот я и призываю, давайте, занимайтесь, ищите. Может быть, да, кочевники, может быть, не записывали, но их история отражалась в других записанных историях вокруг. Найдите оттуда что-нибудь из китайской, из персидской литературы, из арабской литературы, из русской литературы, древнерусской. Вот я пошел, ази я написал. Там нашел несколько имен кипчак, кипчакских, хан кунтувды, кунтувды, солнце взошло и так далее. Куйначук, солнце яркое. Вот солнцепоклонники вот так называли своих ханов. Интересно же, да. И вот эти нынешние наши школьники, увы, не найдут ни одного имени, потому что они не читают книг. Никаких. Я, например, читал, нашел Бейбарса, изучая историю левобережной Украины. Зачем она мне казалась бы-то, правда? А мне было интересно. Может быть, если детям с раннего возраста давать книги бумажные, читать и ограничивать их в просмотре телефонов, планшетов, телевизора, может быть, тогда дети будут желать читать книгу и во взрослом возрасте? Конечно. Это безусловно так, да. Я, например, прочел вынужденно, других книг не было. У нас было 12 томов Льва Николаевича Толстого. Первое послевоенное издание, такое тонкое обложка белое до сих пор вспомню. Весь класс наш четвертый, пятый, шестой мы эти освоили все 12 томов. Вот. надо, чтобы дети погрузили классику всю классику до десятого класса в себя. Тогда они успеют развить свои мозги, они будут мускулистые мозги, и тогда из них и инженер получится, и химик, и физик, и все прочее. Поэтому не случайно вот этот, я повторяю слова Моисеева или одного химика или физика, который выступал на школьной на съезде учителей в Москве, и ему задали вопрос. Скажите, как вот привить любовь к физике, химии, к этим техническим наукам у наших школьников? Он, не задумываясь, ответил, надо увеличить число уроков литературы. Во! Это говорит вот ученый физик. И правильно говорит. Правильно. Вот я вас поняла, что вы советуете в школьную программу для обязательного изучения, чтения поместить всех классиков. А современных авторов вы каких посоветуете поместить в школьную программу? Ну, современных. Или никого? Потому что есть же коммерческая литература, которая только нацелена на развлечение ребенка и ни на что более. Вот это правильно. Вы ответили за 30 лет не появилось книг, которые бы меня заставили, меня профессионального читателя привлекли бы настолько, чтобы я запомнил адреса и имена этих авторов. Вот. Увы, так это говорит не только о моем отставании, но прежде всего о той беде, которая случилась с целыми поколениями. Ну, это все, видите, истоки берут от того, что у нас нет возможности у молодых авторов. Возможно, есть таланты, и есть, которые пишут очень хорошо, но у них нет возможности выпустить книгу. Да, не знаю, как поступить в этом смысле, я могу вспомнить, как это было в советское время. Да, да, давайте, может быть, услышат вас. Тогда были государственные издательства, я приносил заявку на книгу, где кратко излагал аннотации, излагал содержание этой книги, все вот с этой аннотации она попадала в план. Издательство включало это в свой план, и в итоге они набирали на целую книжку вот этих аннотаций от разных авторов. Рассылали эту книжку, план свой, по районам, областям, книготоргующие организации там были, государственные. Те изучали, смотрели, ага, вот для моего района вот эта книга пойдет. Делали заказ. Да, они ставят цифру, ну, пять экземпляров на наш район. Вот эта книга, вот это интересно. И так по всем районам они собирали, и в итоге получалось, набирался тираж на книгу. Если книга действительно вызывает интерес во всех районах, и тираж будет повыше. Вот, а тираж повыше, значит, и гонорар будет повыше. Вот, а если книга набирает какой-то тираж такой неперспективный, и ее издают в итоге, зная, что, ну, тираж будет небольшой, ну, и гонорар будет небольшой ему, чтобы он жил хотя бы до следующей книги. Потом она издается, и это количество каждый район получает, заказанное количество получает, распространяет по всем этим. А тираж уже издательство сразу платит гонорар. Не ждет, когда книги будут распроданы. И в итоге литература была очень прибыльным делом. Ну, на книги в очередь становились читатели, записывали заранее, ожидали их, и авторы хорошо жили, и какие сокровища создавались. Да. Проза, поэзия, вот ваши книги замечательны. Алжа Самарович, давайте поговорим о вашем, наверное, главном достижении на сегодняшний момент, за которое лично я вам очень благодарна. Я уверена, что многие жители Казахстана благодарны, не только Казахстан, но и всемирные жители, жители всего мира. А это ваша победа за сохранение мира на вот нынешнем историческом этапе. Расскажите, пожалуйста, как происходила ваша борьба за разоружение, за атомное и ядерное разоружение? Ну, сюжет очень простой. 89-й год, февраль, мне позвонил военный летчик с аэродрома, который на окраине Семипалатинской области. Вдруг он мне звонит и говорит, вот мы решили вам позвонить, потому что произошли испытания. Да, до этого, за два дня до этого были испытания и, видимо, выброс случился у них очень сильный. Он сказал, что произошел выброс подземных газов этих и образовалось облако фронтом несколько десятков километров. Кошмар. И оно прошло над аэродромом, чего никогда не было. Они до этого, как потом я понял, перед испытанием испытывали, узнавали розу ветров и когда она смотрела в степь, все это относилось в степь, а здесь что-то нарушилось у них уже. уже неполадки пошли и в военные отрасли. И вот это его возмутило. Он говорит, у нас здесь дети, семья, летчики, вот у нас все дозиметры зашкалило. Я был депутат Верховного СССР, ну и, видимо, в каких-то разговорах проявлял себя письменно. Ага, тогда мы я собрал депутатов Верховного Совета Каз СССР, написали письмо Президиуму Верховного Совета СССР и это слали. Ну вот. И мы получаем ответ на наше письмо. Ничего страшного не произошло, стандартная ситуация, так, штатная ситуация, они говорят. И тот же второе испытание пошло такой же силой. Когда я получил вот это уведомление, что все в порядке, штатная ситуация, я понял, что надо какие-то другие меры принимать. А в это время у меня в Союзе Писателей должно было быть собрание небольшое, книга Любов, что ли. Ну, перед этим я получил приглашение выступить по телевидению открытым эфиром. Вообще... Прямой эфир. Прямой, да. Ну, тогда я был снова кандидатом депутаты и разрешали кандидатам по 10 минут, что ли, такое, прямого эфира. Я подумал, черт возьми, такой возможности больше не будет. Я и сказал, вот так и так. Оказывается, эти подземные испытания, которые нас успокаивали, они 63-го года. 49-го года были открытые испытания. Мы тогда выступали против. В 63-м году, наконец, перевели под землю. И нас всех успокоили, сказали, что окей, проблем нет, живите спокойно. ага. Вот и итог, 28-го февраля я пришел в союз писателей, толпа. Это был первый митинг после декабря 86-го года. Говоря современным языком, хорошо вы хайпанули, Алжаса Маровича. И вот мы там на этом митинге и создали наше движение в Азовсе Палатис. Но я участвовал в этих митингах и настоял, чтобы в резолюцию митингов включили в этот пункт предложение. Если раздаться еще один взрыв, шахтеры Караганды объявляют бессрочное забастовку и к ней присоединятся все рабочие Казахстана и так далее. Это был блестящий ход с вашей стороны. Вы замечательный стратег. Я приехал в Москву, вышел на трибуну Верховного Совета и сказал, вот только что с митингов, вот резолюция, предлагаю Верховному Совету принять постановление о закрытии Семипалатинского полигода. В итоге вопрос был поставлен на это, повестку дня включен, и так как у меня в Верховном Совете было 150 сторонников, в итоге мы голосованием победили. это был большой документ. Правительство СССР рассмотреть вопрос о закрытии Семипалатинского полигода. Наше правительство и президент Назарбаев издал этот указ. 29 августа 1991 года указ о закрытии Семипалатинского полигона. И оно состоялось. Состоялось это закрытие. У меня из разных луны поэма, которую вы написали «Земля, поклонись человеку». Тут хочется сказать уже обратно. Человек, поклонись земле. Мне кажется, человек уже почувствовал себя Богом, что ему подвластно все. И вот природа как будто ему отвечает. На самом деле, наверное, человеку сейчас, как ребенку, маленькие дети, они что делают сначала, они все разрушают. Ну, дашь игрушку ребенку маленькому, он ее разрушает. Вот сейчас и человечество. Мы думаем, что мы господа над природой, но мы всего лишь освоили науку разрушения. Она самая примитивная. Согласен. Вот, бомбу кинул, и как здорово полетело все в разные стороны осколками. А действительно так дети. Кинул, ломается, и он улыбается. И чувствует себя хозяином судьбы. И, Алжа Самарович, вам огромное спасибо за то, что вы не просто спасли наш мир, вы не просто внесли гениальную лепту в развитие литературы Казахстана и всего мира, но вы переориентируете сознание человека, заставляете его расти, вы заставляете людей осознать свои действия, осознать самих себя. Я уверена, что если не все, то многие в результате осознали ваших действий, что они делают. И вы сами, являясь созидающим, мыслящим и созидающим действующим человеком, вы, сами того, может, не зная, за вами выращиваются многие поколения людей, которые хотят не разрушать, а созидать. Которые хотят вот именно, знаете, нести что-то доброе людям, а не бороться за свою выгоду. Я думаю, что эти люди уже есть, и они воспитают своих детей также, по вашему примеру. И вот в конце нашей с вами первой беседы я говорю вам огромное человеческое спасибо за ваш труд, за десятилетия вашей такой вот благодатной, наполненной дарами для человечества жизнью. И я надеюсь, что мы с вами встретимся в следующий раз. Я очень хочу вас еще порасспрашивать про культуру, про литературу подробнее, еще подробнее, и про вашу биографию, про тех людей, которые, благодаря которым вот вы стали Сулейменовым Алжасом Омаровичем. Вот такая личность из большой буквы. Сказать только спасибо вам за то, что вы есть. Здоровья, здоровья, здоровья. Да, конечно. Спасибо. Друзья, мы завершили первую беседу с Алжасом Омаровичем Сулейменовым, и с нетерпением ждем второй части продолжения нашей беседы с великим человеком. Не просто поэтому эта личность многогранна, этот человек является действительным пассионарием. Если у большинства людей Вселенная, душа, пассионарность, индивидуальность еще только ждет свое проявление и находится в зачаточном состоянии, это неплохо, это хорошо, потому что есть куда расти, то у Алжаса Сулейменова, конечно же, Вселенная уже проявлена и сияет во всей своей полноте. Я просто глубоко уважаю и люблю нашего замечательного легендарного современника. Я желаю вам обращать внимание на лучшие качества вашей души, на лучшие черты вашего характера, вспоминать, что что бы ни случилось в мире, как бы ни тяжела была жизнь, в первую очередь каждый из нас человек. Если мы не хотим скатиться на уровень диких зверей, если мы не хотим превратить свое цивилизованное общество в ад на земле, если мы не хотим бродить по руинам с таким трудом выстроенных городов и улиц, когда-то нами любимых, то, пожалуйста, вспоминайте о том, что мы люди, вспоминайте о том, что нужно заботиться не только о личном благе, но о благе ваших родных, естественно, ваших друзей, вашего профессионального круга, вашей страны и, конечно же, вашей нашей земли, потому что на самом деле она очень маленькая и нуждается в нашей заботе. Я желаю вам быть по-человечески счастливыми и оставаться с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok